Ветеринарный врач 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 вызывали бы воспаление желчных ходов, вызывали бы утолщение стенки желчных ходов, сгущение желчи, нарушали бы отток желчи. А желчь, вы как знаете, является фактором переваривания питательных веществ. Естественно, если возникают проблемы с дефицитом желчи, так в кишечнике нарушается пищеварение, развивается интоксикация организма. И в итоге, если процесс продолжается достаточно долго, даже может вызывать гибель животного. Впрочем, проявление клиники зависит от интенсивности инвазии. Что такое интенсивность инвазии? Это то, сколько таких паразитов будет находиться в печени. И если их много, мы можем видеть яркую клиническую картину. Это нарушение пищеварения, как я уже говорил, которое проявляется поносами или запорами. Это отечность подчелюстного пространства и подгрудка. Это выпадение шерсти, аллопеции. Это потеря аппетита и, как следствие, падение молочной продуктивности. Если животные падают, то на вскрытии мы можем увидеть, вскрывая печень, вскрывая желчные хода или ходы, мы можем увидеть там паразитов. Они мне часто напоминают грибы опята, вот эти головки грибов опята, шапочки, вот чем-то они напоминают. Но фасциолы, похоже на них, но они побольше будут, да? А декроцелии такие маленькие. Ну, конечно же, ничего подобного с моей пациенткой не случилось, потому что мы отреагировали, провели деглементизацию и не довели до таких клинических симптомов. Тут же хочется сказать, что если паразитов немного, то вы не увидите такой яркой картины, но вы можете увидеть, например, отдельные элементы этой клиники. Например, необъяснимое, непонятное снижение молочной продуктивности, переменчивость в аппетите, может быть, горькость в молоке. Так само молоко будет отдавать горчить. Причем горчить оно будет сразу после того, как вы его выдаиваете. Ну, это связано с нарушением оттока желчи при закупоривании паразитами желчных ходов. Также вот эти незначительные или, ну, когда сильная инвазия, значительные отеки межчелюстного пространства, когда они сильные, они, как бы, могут быть незначительные и переменчивые эти отеки. Люди часто с этим обращаются. Также в зимнюю пору с облысениями. Но нужно тоже не забывать, что в зимнюю пору у нас работают также эктопаразиты. Это бовиколиоз, так, это волосоед и вши. Их тоже можно перепутать с проявлениями, например, связанными с гельминтами. Вот. Как бы там ни было, в любом случае нам нужно проводить дегельминтизацию. И как против дикроциолиоза, так и против фасциолиоза, о котором мы тоже сегодня упоминали в край. Так. Ну, и про которое, очевидно, я сделаю отдельное видео. Я расскажу более подробно именно о фасциолиозе. Опять же, с примеров моей практики. Чем же лечить? То есть мы, конечно же, интересуемся, чем же лечить. И сейчас я вам расскажу, что мы можем использовать в Украине для дегельминтизации, в частности, против дикроциолиоза. В случае ранней обработки, сентябрь-декабрь, я использую суспензии комбитрем и трематозол. Коровам по 1 мл на 10 кг массы тела. Утром натощак, смешивая норму для коровы с 500 мл воды. И заливая таким образом. Овцам и козам 0,75 мл на 10 кг массы тела. Для них я использую специальные шприцы для задавания лекарства прямо в ротовую полость. С января по март крупный рогатый скот, овцы, козы, можно обрабатывать суспензиями рафензол в дозе 0,75 мл на 10 кг. Таблетками Клозофен. Для КРС одна таблетка 5-граммовая на 150 кг массы тела. Овцам и козам одна таблетка массой 1 г на 30 кг массы тела. Также таблетки Броватриол для КРС, овец и коз. Одна таблетка на 40 кг массы тела. Также можно использовать Бровальцен, Броводозол и другие ангельминтики. Друзья, если видео о паразитарном заболевании дикроцелиоз, которым, кстати, болеют даже и люди, стало для вас полезным и интересным, обязательно поставьте лайк, оставляйте комментарий, делитесь своим опытом лечения или взаимодействия с паразитарными заболеваниями. Берегите себя и своих животных. До свидания.